Украинский язык Есть четкое указание министерства И решение родителей В нашей школе продолжают действовать украинские классы Сергей Бороденко 20 лет проработал в школе учителем истории Директором стал после смены власти в городской администрации Показывая новые экспонаты в школьном музее Украинские ураганы, грады и прочие орудия артиллерии Педагог иронизирует в адрес киевских властей Историю надо писать, а не переписывать Вот он, шмель, вох Вот осколки от урагана Это осколки града Наступило такое время, когда дети не по телевизору И не со стороны газеты, интернета А наяву видят, что такое война Учеников, знакомых с войной, не понаслышке В этой новозовской школе хватает Объясняет директор Из 570 школьников Около полусотни беженцы Шли прохожие, шмопали-топали И шел снег, кише всех А совсем недавно в Донецке Вспоминает восьмилетняя Оля Щербина С неба на них вместо тихого снега Падали свистящие украинские мины Родители отправили девочку в Новоазовск Здесь она и пошла в третий класс Снаряд попал в мою школу В детский салон, в который я раньше ходила В школу попали, и школа сгорела Сейчас там не мучаются И дети переходили в разные школы Оля живет у бабушки Ей, можно сказать, повезло Еще 30 детям из таких же горячих точек Донбасса Приходится уже несколько месяцев Ютиться вместе с родителями В маленьких санаторных комнатах Ну, тут дочка спит одна Тут сын спит А тут мы втроем спим на кровати Кресла раскладываются Все у нас это Инна Пивоварова до войны работала на почте Летом мариупольское начальство ее уволило А родное село оказалось на передовой линии огня В принципе, дети только начали отходить от этого Уже, конечно, давненько Но как сюда приехали, у нас дети аж дергались На кроватях от этого И плакали поначалу Но у нас дети войны получаются уже С мужем и тремя детьми Инна бежала в Новоазовск В пансионате семью разместили бесплатно Кормят продуктами из гуманитарной помощи Остались и запасы овощей Тех, что успели вывезти с огородов Основной поток беженцев, объясняют Нам пришелся на осень Да и сейчас многим звонят родственники из Мариуполя Хотят уехать подальше от линии фронта Трассу Новоазовск-Мариуполь Патрулируют ополченцы из местного батальона территориальной обороны Нередко рассказывают о ней Под видом беженцев в ДНР пытаются проникнуть информаторы украинского СБУ Определенная специфика, как мы выясняем этих людей Поступают какие-то нам ориентировки вводные, какие-то нам даются Что мы их отрабатываем Однако выбраться из осажденного Азовского порта становится все сложнее По словам ополченцев, украинские военные запретили гражданским Въезжать и выезжать из Мариуполя Отсюда, от главного новоазовского блокпоста до Мариуполя 30 километров по прямой Трасса идет от российского Таганрога вдоль Азовского моря Если здесь, на территории, которая контролируется Донецкой Народной Республикой Пропускной режим достаточно мягкий То киевские власти свою часть дороги, по сути, закрыли Таким образом, уверены здесь, за всей гуманитарной риторикой киевских властей Стоят исключительно военные интересы По крайней мере, возможности добровольно покинуть линию фронта У жителей восточных пригородов Мариуполя нет Семен Пиков, Александр Мельников, Александр Левин Лайф-Ньюс, Новоазовск Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok